после того как мы подогнали по темпу акапеллу нам нужно подобрать какую-то мелодию и начинать лучше всего с аккордовой прогрессии потому что это база это фундамент и уже от этой аккордовой прогрессии мы можем много чего другого сделать и так как мы будем с этим делом работать для начала нам необходимо как я уже ранее говорил выяснить bpm и тональность трека узнать это мы можем на сайте либо с помощью повторюсь диджейских программ рекордбокс virtual диджей куча других трактор и так далее у нас тональность b минор даже если вы не знаете что такое тональности вы не проходили мой курс по музыкальной теории ничего страшного сейчас буду рассказывать максимально простыми словами значит запомнили ключ или тональность или key у нас b минор я в доп материалах размещу ссылку на скачивание популярных аккордовых прогрессий в мажоре и в миноре на самом деле аккордовых прогрессий но их в принципе может быть не так уж сильно много но если мы говорим про какие-то часто используем это их вообще не так уж сильно много это не является плагиатом короче я рекомендую использовать вам уже хорошо работающий зарекомендовавшие себя аккордовые прогрессии вы можете их потом редактировать корректировать что угодно с ними делать но за основу лучше взять их и так я подобрал уже с этой помощью аккорды давайте прослушаем и дальше покажу как все это было сделано итак у нас минор напомню да у нас минор напомню да у нас минорная тональность у оригинала поэтому мы берем заходим в минорную папку 30 аккордов в миноре и дальше методом просто тыка начинаем подбирать именно ту аккордовую прогрессию которая лучше всего вам подходит можно начать прям самый первый вы когда ее перетаскиваете то здесь но есть некоторый нюанс в лоджике у нас здесь подгружаются сразу все 30 вот этих вот дорожек но только активно будет первое потому что мы взяли первую если возьмете например вторую то у вас будет активно вот 2 и вы просто берете вот эту вот значит аккордовую прогрессию помещаете ее ну например сюда и здесь вам нужно сделать так называемое транспланирование давайте удалим вот здесь вот все лишнее то есть мы просто зажатым шифтом сейчас все выделю все лишнее чтобы у нас ничего не было и удалю и у нас вот она аккордовая прогрессия давайте вот сюда поставлю чтобы она здесь у нас было но она вся сделана для тональности а минор то есть она вот эти все аккордовые прогрессии они сделаны для а минора либо для c мажора запомнили а минор либо c мажор это родственные или параллельные тональности как еще называют но у нас тональность b минор как мы должны это все дело поменять мы берем и делаем самое обычное называемое транспланирование то есть мы берем выделяем все ноты зажимаем команд а и затем вот эту нижнюю ноту но а видите но туля мы вместе с остальными смещаем вот сюда вот чтобы по и получилось но то б и у нас получается б минор и мы слушаем доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу boost и и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене ну вот мне например не нравится последний аккорд его можно подредактировать и так далее когда вы берете первую аккордовую прогрессию то вы можете сразу себе зафиксировать ага первый аккорд практически наверняка будет звучать хорошо потому что он так называемый ну тонический то есть он у нас строится от тоники данном случае это b-минор аккорд следующие аккорды уже могут подходить больше или меньше и вы запоминаете окей допустим вот мне нравится как звучат первые два аккорда вот эти два мне не нравится как звучат например и вы тогда заходите сюда и смотрите а так а чё если там мы возьмем допустим а м вот здесь вот у нас где-то же есть еще где начинал 2 2 аккорд это dm соответственно мы там ищем что-то похожее и закидываем сюда плюс в принципе мы можем взять и ну даже никто не запрещает нам взять и поменять их местами можем вот так вот сделать а вдруг это будет звучать хорошо то есть вот так вот вы просто экспериментируйте я методом тыка подобрал именно седьмую вариацию то есть а минор fc м вот этот вариант я его точно также транспонировал вот здесь вот я выбрал ноту е вернее здесь не ноту я ноту b вместо ноты а вместо ноты ля и все в принципе окей также мне не понравилось в исходной версии один из одна из нот она была вот так вот и мне не понравилось что здесь вот все это дело она уходит вверх короче мне как-то вот не понравилось как это звучит мы можем легко менять эти аккорды мы можем делать обращение аккордов то есть можем взять абсолютно любую ноту сделать на октаву выше на октаву ниже для этого мы ее выделяем зажимаем option shift и стрелочка вниз либо стрелочка вверх и мы делаем ее на октаву выше либо на октаву ниже то есть было а3 нота стала у нас а2 все и сейчас мне так нравится больше как звучит то есть эти аккордовые прогрессии это просто основа они не являются плагиатом аккордовые прогрессии не могут быть плагиатом вы просто их берете за основу если вы решили что нет я буду сам придумывать аккордовые прогрессии ради бога но я более чем уверен что вы придете как комната варианту какой-то аккордовой прогрессии которая здесь уже есть если вы хотите изобретать велосипед ради бога но я предполагаю что вы не хотите изобретать велосипед да вам нужно какой-то быстрый и простой способ все мы вот так вот сделали аккордовую прогрессию и из этой аккордовой прогрессии вы можете делать просто кучу различных других мелодий например вы можете взять и повесить сюда миди эффект под названием арпиджейтер и у вас будет здесь совершенно спокойно играть арпеджио но здесь конечно лучше подобрать какой-то другой инструмент но тем не менее можете создать новую дорожку с инструментами выбрать какой-то виртуальный инструмент например тот же алхими выбрать педы какие-то да например это же сыграть их вот этой вот аккордовой прогрессии но уже безусловно без арпиджейтера кроме того вот эти нижние ноты нижние ноты которые здесь есть они практически наверняка у вас будут басовыми то есть если вы делаете ремикс то вот эти нижние ноты они будут являться басовыми чем арпиджейтер то есть уже из аккордовой прогрессии мы можем сделать быстро арпеджио мы можем сделать какую-то тему для педов кроме того мы можем что еще сделать можем взять и просто-напросто добавить некий ритмический рисунок нашим вот этим вот аккордом например как то вот так разумеется инструмент можем выбрать любой другой то есть у нас получается большое количество вариантов которые мы можем сделать из только одной аккордовой прогрессии также можем сделать какую-то лидирующую мелодию в той же тональности в которой и этот самый оригинальный трек на всякий случай если вы не знаете что такое тональности то вот здесь просто вы можете поставить тональность в данном случае б минор ну чаще всего это натуральный минор и у вас все ваши ноты которые у вас выделены они подстроятся под этот самый натуральный минор здесь вот если мы нажмем вот так вот q то видите он взял и подставил все это дело под ту тональность которую мы здесь задали вот и все может возникнуть такой вопрос если вы может чуть более продвинутый а могу ли я сделать ну транспонирование то есть вообще сделать реми с какой-то другой тональности в принципе вы можете например взять и вот этот вот б минор превратить например в а минор вы можете взять и просто вот здесь вот с лево сверху у акапеллы сделать минус 2 транспоуз в принципе такое можно сделать то есть в этом случае мы можем оставить здесь аккорды аккордовую прогрессию а минор ля минор и послушать что получится без проблем но сильно я рекомендую это не править потому что звучат создание будет чуть-чуть другое хотя опять же это не запрещено это наоборот может быть очень даже креативно и интересно ну что ж это все пожалуй что нужно знать про создание мелодий под акапеллу для ремикса так что обязательно сделайте аккордовую прогрессию для своего будущего трека ремикса и можно доделывать этот самый трек этот самый ремикс